Зульфикар Али, проживающий в Турции, сообщил, что его супруга Тумарис Турсун содержится в концентрационном лагере. С 2016 года мою супругу, окончившую юридический факультет, начали отправлять в командировку для обучения узников в разные города. Сначала ее направили в Урумчи, где она провела 8 месяцев, а затем в лагерь перевоспитания, расположенный в Хатане. Ее трижды допрашивали о деньгах, поступающих на ее счет из-за границы. С тех пор от нее нет никаких новостей, заявил Зульфикар Али. После публикации секретных документов о лагерях глава Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса призвал страны выступить против Пекина. Во время визита в Швейцарию Иса подчеркнул, что больше нет оправданий для молчания и бездействия. Документы показывают всю серьезность ситуации. Сегодня международное сообщество должно оказать еще большее давление на китайское правительство. Я призываю швейцарские компании прекратить сотрудничество с Китаем, так как сейчас не самое выгодное время для этого. В концлагерях содержатся около трех миллионов узников, заявил глава Всемирного уйгурского конгресса. Ранее ТикТок заблокировал аккаунт Фирузы Азиз, которая поделилась видео о лагерях, расположенных в Восточном Туркестане, и культурном геноциде, устроенном китайскими властями. Цензура ТикТок была осуждена в социальных сетях и международных СМИ. После чего ТикТок принес свои извинения и разблокировал учетную запись девушки. Руководитель службы безопасности ТикТок Эрик Хан заявил, что профиль Фирузы Азиз был заблокирован из-за другого видео, опубликованного ею ранее. Подписание президентом Дональдом Трампом двух законопроектов в поддержку Гонконга вызвало реакцию Пекина. Китай выступил против данных законопроектов и заявил, что при необходимости примет жесткие меры. Сразу после заявления китайского министерства посол США в Пекине был вызван госдепартамент. Законопроекты, поддерживающие демократические требования Гонконга, были единогласно приняты Палатой представителей и Сената. За последние годы американские компании стали играть ключевую роль в предоставлении оборудования и технологий, которые являются основой сети цифрового наблюдения, получившей широкое распространение в Китае. Связи американских компаний с производителями технологий мониторинга и наблюдения в Китае начали подтверждаться после того, как в октябре администрация Трампа ввела санкции в отношении восьми китайских компаний. Министерство торговли США заявило, что эти компании были внесены в черный список из-за участия в нарушении прав человека и репрессиях, устроенных коммунистами в Восточном Туркестане. Министерство обороны Албании сообщило, что число погибших в результате землетрясения магнитудой в 6,3 балла, произошедшего 26 ноября в 15 километрах от албанского города Дурес, достигло 45 человек. Министерство здравоохранения и социальной защиты заявило, что число пострадавших составило 790 человек.